22 часа подводим информационные итоги дня на телеканале Санкт-Петербург в студии Дмитрий Володин и Виктория Адемина. Добрый вечер. Итак, начинаем. Добрый вечер. Индустриализации страны. На знаменитом Кировском заводе отметили вековой юбилей отечественного трактора строения. Зрелищный спектакль с кинематографическими эффектами и головокружительными трюками. На новой сцене Мариинского театра знаменитая акробатическая труппа из Поднебесной. Мегапроект, который изменит жизнь юга города. Губернатор Александр Беглов дал старт новому этапу строительства путепровода будущей трамвайной линии «Славянка». Его возведут над Кольцевой автодорогой. Также он будет пересекать Московское шоссе и Октябрьскую железную дорогу. В следующем году мы запустим, планируем запустить первый этап. Это Купчино-Шушары. И уже в 26-м полностью завершить строительство скоростного трамвая. Для нас это очень важно, потому что развивается юг нашего города. Там строится большое количество кампусов, большое количество жилья. Работы идут сразу на нескольких участках. Строятся не только путепроводы, но и мосты, инженерные коммуникации, трамвайное депо. Сами же пути уложат в специальную выемку с амортизирующими материалами, а стрелочный перевод сделают обогреваемым, чтобы избежать обледенения в морозы. Для того, чтобы минимизировать сроки строительства, а также максимально сократить неудобства для пользователей кольцевой автомобильной дороги, был выбран метод продольной надвижки с использованием конвейерно-тыловой сборки для того, чтобы осуществить монтаж трех пролетов над кольцевой автомобильной дорогой. По расчетам специалистов, в новой линии по маршруту Купчино, Шушар и Славянка будут пользоваться 13 миллионов человек в год. Время ожидания составит не более пяти минут, а время поездки от Купчино до Славянки чуть больше получаса. Всего трамвайная ветка растянется на 21 километр. 30 семей очередников сегодня отмечают новоселье в Выборгском районе. Ключи и документы от нового жилья им вручил губернатор Петербурга Александр Беглов. Уютный жилой комплекс, построенный в пешей доступности от метро Парнаса и Шуваловского парка, стал первым подобным проектом Центра доступного жилья. Глава города отметил, в северной столице программа «Доступное жилье» активно притворяется в жизни. Она дает возможность приобрести квартиру в беспроцентную рассрочку. Как обустраиваются молодые семьи, узнала Елена Куршук. Юным новоселам долго обустраиваться и привыкать не надо. На огромной площадке сразу как дома. Концепция компоновки комплекса устроена таким образом, чтобы формировать сообщество людей. Здесь для каждого возраста есть свои площадки, которые позволяют проводить совместные досуги. С переездом поздравил петербуржцев губернатор Александр Беглов. Он осмотрел четырехэтажные корпуса и квартиры. В этом комплексе впервые средняя площадь 64 квадратных метра. При этом в подобных коммерческих комплексах обычно не больше 40. Каждый подъезд оборудован лифтами, в том числе грузовыми, что удобно для мам с колясками. Глава города вручил ключи и документы первым 30 семьям. Они заселятся уже на днях. Всего здесь будут жить 428 семей-очередников. Это льготная программа, очень доступная цена и беспроцентная рассрочка на 20 лет. Таких условий практически мало где есть. В России мы, наверное, первые. А вот такая комплексная застройка действительно в России первая для молодых семей. Заветные ключи получили и братья Скакун. У них тройной праздник. Антон, Никита и Александр синхронно женились год назад. Тогда же все вместе подали документы в центр «Доступное жилье». Претендовали на три «двушки» по соседству. Прошло 11 месяцев. Сегодня сентябрь. Ключи на руках. Ключи в руках. Все прекрасно. Мы очень довольны. Огромное спасибо государству и правительству Санкт-Петербурга. Губернатор молодец, что помогает финансировать все эти дела. Раньше программой «Доступное жилье» могли воспользоваться только молодые семьи. Сейчас в ней могут участвовать работники бюджетной сферы, оборонно-промышленного комплекса и IT-компаний. Как отметил губернатор Александр Беглов, рост экономики Петербурга, увеличение доходов бюджета и участие в федеральных проектах позволяют городу сокращать очередь на улучшение жилищных условий. За пять лет она уменьшилась почти вдвое на 43%. Елена Куршук, Александр Аксенов и Екатерина Мельникова. Новости. Телеканал «Санкт-Петербург». Добиться своевременного обеспечения очередников необходимыми квадратными метрами стало возможным благодаря ударным темпам строительства жилья. Вместе с жилыми домами обязательно возводят объекты социальной инфраструктуры. Об этом во время прямой линии правительства Петербурга рассказал вице-губернатор Николай Линченко. Он подчеркнул, на данный момент в городе полностью решен вопрос с дефицитом соцучреждений на территории жилой застройки. Подводя итоги прошедшей пятилетки, мы с этой задачей успешно справились, потому что сегодня ни один квадратный метр жилой застройки не строится без обеспеченности ни садами, ни школами, ни объектами здравоохранения, а также, собственно, и обеспечивающей необходимой транспортной инфраструктурой окружающей непосредственно кварталы жилой застройки. Еще одна приоритетная задача правительства города – это развитие транспорта и транспортной инфраструктуры. Особое внимание подчеркнул вице-губернатор строительству метро. Так, на станции Горный институт основные работы уже завершены, но впереди не менее важные этапы. Основной объем строительно-монтажных работ, повторяю, линейная часть, уже выполнены, но сегодня самый ответственный момент – протоколы комплексного испытания все провести, после этого предъявить соответствующей федеральной службе Ростехнадзору, получить от них заключение о соответствии выполненных работ, соответственно, введя в эксплуатацию, пустить туда горожан, которые ждут этого. Добавлю, прямая линия правительства Петербурга проходит каждый четверг по поручению губернатора Александра Беглова. В эфире обсуждаются темы, по которым поступило больше всего вопросов от жителей. Отправить обращение можно в личные сообщения главы города на странице ВКонтакте или оставить их по телефону, который вы видите на экране. Эти машины стали символом прогресса, а об их надежности слагались легенды. Ровно сто лет назад с Путиловского завода, ныне Кировского, сошел первый отечественный трактор. Их серийное производство позволило изменить технологический уклад сельского хозяйства. Появились новые возможности для индустриализации страны, ну и, конечно, развития экономики. С юбилеем коллектив предприятия поздравил губернатор Александр Беглов. Подчеркнул, Кировский завод остается флагманом отечественной промышленности. Помимо новейшего поколения тракторов, производится оборудование, которое используют во многих сферах. От обработки полей и строительства дорог до разработки недр и судостроения. О столетней истории и современных тенденциях в репортаже Мария Марченко. Уникальный случай. Главный конвейер Кировского завода остановлен. На месте сборочной линии концертная площадка. Чествуют работников предприятия. Сто лет назад их предшественники дали молодой советской стране первый колесный трактор «Форд Зон Путиловец». Завод сегодня успешно стоит на своих ногах. Создаются новые модели, строятся новые цеха, развиваются службы, приходят молодежь. Мы самый молодой коллектив в промышленности. Завод, я думаю, что и следующие сто лет проведет свою жизнь и подаренную ему судьбу с достоинством. Первый отечественный трактор собрали на основе американского образца, улучшив конструкцию. Запчасти поначалу заказывали за границей, но постепенно выпуск деталей удалось наладить в Ленинграде. «Форд Зон Путиловец» стал символом коллективизации и положил начало новой отрасли машиностроения. Это более поздняя версия знаменитого трактора. Завод начал выпускать такие в 1934 году. «Универсал» имел всего 22 лошадиных силы, тем не менее стал первым советским трактором, который поставлялся на экспорт. Ленинградский и Кировский завод – одно из ведущих предприятий страны, которое призвано оснащать наше сельское хозяйство высокопроизводительной техникой. 1962 год – поистине эпохальное событие для всей советской промышленности. С конвейера сходит первый Кировец. Он на десятилетия опередил конкурентов и превзошел по техническим характеристикам многие иностранные аналоги. Завод и сегодня лидер трактора строения. Единственный в стране выпускает агрегаты мощностью 250 лошадиных сил. За большой вклад в создание сельскохозяйственной техники коллектив предприятия по решению президента Владимира Путина сегодня получил орден почета. Завод уверенно смотрит в будущее, реализует самые амбициозные проекты, является по сути лидером машиностроения сельскохозяйственной продукции. Цех 225. Здесь собирают коробки передач. Шум станков не стихает даже ночью. Трудятся в две смены. Андрей Васьковский – потомственный рабочий. Пошел по стопам деда. Тот всю жизнь трудился с Толеваром. Год назад я проходил здесь практику с лесарем. Мне понравился коллектив, понравилось оборудование, понравилась атмосфера. И я решил получать второе образование оператора и целенаправленно пришел сюда, потому что рабочие профессии – это залог для нашего будущего. От легендарного советского Кировца остались только название и мощь, говорят заводчане. У современных тракторов коробка-полуавтомат. Дергать рычаг не нужно, есть джойстик. Комфортнее стала и кабина. Холодильник, кондиционер, магнитола, мягкое кресло – здесь думают об удобстве водителя. Все эти изменения произошли при участии Вячеслава Бызова. Он работает на заводе почти 20 лет. Мы улучшаем все время качества. У нас постоянно что-то новое введение, постоянно АТК, все время качества стали уже… Ну и раньше было, но сейчас прямо мы хотим пойти в лидер. Пока у нас есть такая ниша. Линейка продукции постоянно расширяется. Сегодня Кировский завод выпускает и промышленную технику. А это одна из перспективных разработок. Универсальная землеройная машина с дополнительной защитой водителя была спроектирована для выполнения задач специальной военной операции. Мария Марченко, Максим Ростовцев, Олег Христов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Рабочая встреча спикера Законодательного собрания Александра Бельского с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем прошла в Мариинском дворце. В приветственном слове гость отметил, что наши страны, похоже, и обе имеют высокий потенциал, поэтому сотрудничество России и Турции взаимовыгодно. В августе 2022 года был подписан меморандум между правительствами государств по развитию торгово-экономического сотрудничества. Накануне в Москве прошла встреча председателя Великого национального собрания Турции с президентом России Владимиром Путиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Конечно, для Петербурга всегда было важно межрегиональное взаимодействие, и здесь нужно отметить, что в 2025 году мы будем отмечать уже 35 лет побратимских отношений со Стамбулом. Парламент Санкт-Петербурга всегда открыт для взаимодействия, и мы еще раз подтверждаем то, что мы готовы взаимодействовать с парламентами региональными, которые есть в Турции, и для нас очень важно это общение. По окончании встречи Александр Бельский провел экскурсию для турецкой делегации по Мариинскому дворцу. Напомню, в следующем году будет отмечаться 35-летие установления побратимских связей между Петербургом и Стамбулом. О других событиях дня далее расскажем в коротком обзоре. Условный прорыв горячей воды сегодня устраняли коммунальные службы в Сестрорецке. Навыки отрабатывали специально в преддверии отопительного сезона. По легенде, на улице минус 26 градусов. Из-за мороза лопнула магистральная труба. Без воды могут остаться 50 жилых домов, школы, детские сады и поликлиника. На место незамедлительно выехали аварийные бригады. Специалистам предстояло локализовать прорыв и дать оценку совместным действиям. Работы в доме номер 55 по Шуваловскому проспекту завершены. Здание отремонтировали по городской программе капитального ремонта. Общая площадь обновленного фасада более 7 тысяч квадратных метров. Специалисты восстановили разрушенный защитный слой панели и межпанельные швы. Сейчас объект полностью готов к эксплуатации. Я добавлю, темп ремонта в жилых домах города продолжает увеличиваться. При необходимости работы проводят комплексно. Сейчас одна из главных задач фонда капитального ремонта – подготовка к отопительному сезону. 900 обращений от граждан, касающихся поправок закона о содержании домашних животных, поступило в Петербургский парламент. Сегодня депутаты вернулись к рассмотрению одного из самых резонансных документов. Так предлагается изменить минимальный рост собаки в холке, когда им будет обязательно надевать намордник – 40 до 50 сантиметров. Также горожане хотели бы увеличить количество собак, с которыми можно гулять одновременно. Часть предложений попадут в итоговую редакцию закона. Более 6,5 тысяч нарушений благоустройства выявили нейросетевые комплексы за 8 месяцев работы. Как рассказали специалисты государственной и административной инспекции, в основном речь идет о рисунках на зданиях и ямах во дворах. Добавлю, постановление ГАТИ выдает только владельцам нежилых объектов и территорий, поэтому инспекция активно расширяет межведомственное взаимодействие для оперативного решения вопросов. Петербург превысил до пандемийные показатели по вкладу туризма в экономику. Сегодня Северная столица продолжает не только сохранять, но и развивать историческое и архитектурное наследие, открывая для горожан и гостей города новые достопримечательности. Об этом не раз говорил губернатор Александр Беглов. Уже завтра на Дворцовой площади во Всемирный день туризма появится машина времени. Профильный комитет готовит для жителей и гостей города мультимедийную экспозицию путешествия в Петербург. Сейчас идут финальные приготовления. Десять инсталляций отправят посетителей на прогулку по самым интересным локациям северной столицы. Елизавета Кузнецова продолжит. Попрыскивать надо чистой водой, без всяких примесей и просто аккуратненько все поливать. Пока качели пустуют, за их цветочным ожерельем присматривают флористы. Белые розы, синие гортензии, красные гвоздики. Благоухающий пазл складывается в триколор. Внутри павильона монтаж и финальная проверка оборудования. Словно кадры мультфильма, Исаакиевский собор и Лахта-центр теперь соседствуют на одной площади. Когда все будет готово, здесь появится камерный Петербург. Обещают даже машину времени. Ее создал искусственный интеллект. Эта инсталляция называется «Путешествие во времени». С помощью нейросетей каждый гость может оказаться в Петербурге различных эпох. Давайте попробуем, узнаем, в какой эпохе я кажусь. Но, судя по костюму, мне кажется, век 19. Всего 10 интерактивных инсталляций. Прогуляться по знакомым улицам, увидеть живописные пейзажи, даже закрепить флагшток. Интересным будет и детям, и взрослым. Несмотря на условность, каждая точка вдохновлена значимыми достижениями, научными открытиями и любимыми местами петербуржцев. Это локация «Водный транспорт». Здесь каждый станет капитаном небольшого корабля. Управляем им с помощью специального пульта на маршруте пять маяков. И подплываем, например, к самому ближнему. Экран показывает, что мы на острове Фортов. Расскажут на выставке и сухие факты. Оказывается, туризм формирует 50 сфер городской экономики. Посмотреть на дворцовые ансамбли и памятники только за последние полгода приехали 5 миллионов туристов. Не город-музей, а современный арт-кластер. Ведь сейчас гостей встречают и новые достопримечательности. Экотропы, заповедники, благоустроенные линии набережных. Открываются новые водные маршруты, новые пешеходные маршруты, диверсифицируются предложения, открываются новые гостиницы, различные виды туризма становятся более популярными. Каждый второй турист, посетивший Санкт-Петербург, планирует вернуться в него снова. Это очень важно. Возвратность – один из основных критериев. С развитием туризма связаны и мегапроекты города. Высокоскоростная железнодорожная магистраль, круглогодичный морской курорт Санкт-Петербург-Марина, вторая очередь – строительство аэропорта Пулково. Все это, говорят эксперты, обеспечит рекордный рост туристического потока. Северная столица, которая славится своей строгостью и величием, становится все более теплой и гостеприимной. Елизавета Кузнецова, Сергей Смирнов и Сергей Мишонков. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. С кинематографическими эффектами и головокружительными трюками на новой сцене Мариинского театра представлена обновленная версия легендарного «Лебедя» в исполнении знаменитой акробатической труппы из Поднебесной. Спектакль объединяет в себе разные жанры. Это и современный танец, художественная гимнастика, драматический театр и, конечно, знаменитый китайский балет на плечах. Напомню, 2024 – это перекрестный год культуры двух государств. Ровно 75 лет назад были установлены дипломатические отношения между Россией и Китаем, в основу которых легли взаимное уважение и долгосрочное сотрудничество. Это не только экономика, передовые технологии, совместные разработки, но и искусство. Репортаж Александра Громова. «Лебедь», по словам режиссера, это шанс для зрителей заглянуть за кулисы, увидеть мучительные репетиции, в ходе которых рождаются хореографические шедевры. К слову, одна из таких рядовых подготовок к обычному выступлению и вдохновила создателей на постановку. Китайский «Лебедь» по главным мировым сценам летает уже 20 лет играть спектакль. В Мариинском театре, говорят артисты, особенно волнительно. В постановке из Поднебесной щедро используется музыка главного российского композитора. «Я уверена, если бы Чайковский мог сегодня увидеть наше произведение, он был бы очень счастлив, потому что спустя столько лет его музыка не просто живет, мы пытаемся найти в ней новые смыслы, услышать ее по-своему». Это не акробатическое шоу, объясняют артисты, а захватывающий дух дуэт балета и традиционного искусства из провинции Гуанчжоу, сложнейшего танца на плечах. «Никто не мог нам подсказать, как это должно быть сделано. Никто раньше не пробовал смешать настолько близкие и одновременно разные виды искусств, так что в каком-то смысле это наша автобиография». Постановка показывает не только путь через закулисные тернии к званию истинной звезды, есть на подвозках и место шуточным сценам. У Джэнь Дань и Вэй Бао Хуа, супруги за сценой под лучами софитов, придумали свой язык. Его во время самых сложных номеров не услышать и не разглядеть даже с первого ряда. «Все, что вы видите на сцене, до известной степени очень опасно. Нам понадобилось множество тренировок, чтобы отточить все элементы. Я смотрю в глаза своей жене и взглядом говорю ей, «Я тебе доверяю, она взглядом отвечает мне тем же». Радость молодости, тяжелый труд – своеобразный девиз спектакля. Актеры объясняют, играть страданием не нужно. Это в прямом смысле каждый раз живые эмоции. Конечно, мне очень непросто выполнять некоторые элементы, стоя на пуантах. Но представьте, каково моему партнеру, особенно когда я стою у него на голове. У него очень крепкие плечи. Изысканный танец, свет и тени, компьютерная графика, яркая приправа к экзотическому блюду. А сам спектакль оказался пророческим. После изнурительных репетиций пара танцоров все-таки стала известными во всем мире. Александр Громов, Алексей Погодин и Татьяна Константинова. Новости телеканал Санкт-Петербург. Он не боялся экспериментов, выдвигал прорывные теории и стал основоположником науки о высшей нервной деятельности. Сегодня вспоминают выдающегося академика Ивана Петровича Павлова. Он родился ровно 175 лет назад. Еще с детства увлекся естествознанием. Будучи гимназистом, Павлов познакомился с трудами Белинского, Добролюбова, Герцена. Но именно работа сечного, рефлексы головного мозга и определили будущее легендарного физиолога. Его исследования оказали огромное влияние как на мировую медицину, физиологию, так и на психологию и даже педагогику. Ученый стал первым в стране обладателем Нобелевской премии. Вот почему академик с мировой славой никогда не носил орденов и медалей. Во что играл он со своими детьми и какие секреты до сих пор не могут разгадать его последователи в материале наших корреспондентов. За стеклом советского серванта вместо хрусталя четырехметровые тигровые питоны. Их профессиональные обязанности пугать крыс, а когда сбегают из шкафа, то и сотрудников лаборатории. Последствия такого стресса прицельно изучают в Институте экспериментальной медицины. Иван Петрович Павлов, когда создавал свое учение о физиологии и патологии высшей нервной деятельности, то он создал очень славную главу о экспериментальных неврозах. Его работы дали мощный толчок к развитию нового направления исследования. Это моделирование и изучение механизмов психической травмы, посттравматических расстройств. Честно заработанный обед доедают белоснежные воспитанники соседней лаборатории. В бывшей операционной Павлова продолжают изучать условные рефлексы и не только. Теперь уже это не собаки, а крысы. Изучаем кишечную микробиоту, о том, как влияет на то же поведение, на ее участие в патогенезе многих заболеваний. Есть здесь и лаборатории, где наука с почтением уступила место памяти. Мемориальная башня молчания построена специально для опытов Павлова в начале 20 века, по примеру голландских звуконепроницаемых камер. Особенность ее в том, что она подвешена на крюке, не соприкасается с полом. Животное помещалось в камеру, а экспериментатор сидел снаружи и с помощью вот этого пульта давал различные сигналы. Переосмыслил всю физиологию желудка и разделил рефлексы на условные и безусловные, за что и получил впоследствии Нобелевскую премию. Здравствуйте. Добрый день. К Ивану Петровичу. Да, записывались. Заходите. Дома в шестикомнатной квартире на Васильевском острове специалист по пищеварению тоже внедрял результаты своих исследований. Он говорит, что стол должен быть всегда накрыт, всегда белая скатерть. Стол должен быть сервирован. То нужно подготовиться к приему пищи, чтобы желудок начал вырабатывать, как он говорил, запальный сок, чтобы лучше уже принимать и перерабатывать еду. Священник по первому образованию Иван Петрович в кругу родных был нестрогим ученым, любящим отцом. Четверых детей он не воспитывал, а привлекал к своим увлечениям. Вместе изучали звездное небо и собирали бабочек. По соседству с коллекцией насекомых хранится и Нобелевская медаль. Супруга в воспоминаниях пишет, что когда она вместе с ним отправила в Стокгольм на вручение Нобелевской премии, и будто бы ей передали слова шведского короля. Он сказал, что Иван Петрович не носит орденов. Я боюсь его, наверное, он социалист. А просто действительно ордена были, золотые, еще царские, но Иван Петрович никогда их не надевал. Гений эксперимента, улыбчивый и скромный, обожал гонять на велосипеде и отважно играл в городки. Никогда не соревновался, академик только в науке. Говорил, что цель в лабораториях у всех одна – благополучие и здоровье человека. Валентина Вожигова, Елена Куршук, Егор Орлов, Олег Христов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Завтра облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. В прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов. Днем плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет понижаться. Наш эфир продолжает программа «Степень защиты». В студии Елена Болдышева. Добрый вечер. Добрый вечер. Впереди 10 минут криминальных новостей. Не переключайтесь.